Всем привет! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Сегодня в этом видео я хочу вам рассказать про новинки белорусской косметики. Это то, что я приобрела за последний, наверное, месяц, если не больше. Если вам интересно такого плана видео, то оставайтесь на моем канале и давайте приступим. Будут вопросы касаемо того, что у меня на губах. У меня сегодня на губах помада, ну, блеск, как позиционирует компания Luxe Visage. Это такой замечательный оттенок в номере девятом. Называется Pin Up Ultra Matte. У меня сегодня из новинок есть две помады вельветовые. Но дело в том, что ни один, ни второй не подошел мне под эту блузку, поэтому я решила, что именно эта помада будет сегодня у меня на губах. Вот так вот выглядит сводч этой помады. От компании Belita Vitex я приобрела себе солнцезащитный бальзам-уход для губ с SPF 20. Серия называется Solaris. Вот в такой упаковке. Кстати, я купила со скидкой. Конечно, некрасиво это все показывать на камер, но вот видите, перечеркнута цена. И большими такими цифрами написано, сколько стоит почти 1 доллар. Мне понравился сам тюбик. Он такой миниатюрный. Здесь объем 15 миллилитров. Удобно носить с собой. Здесь вот такой вот срез идет, такой носик удобный, что позволяет удобно наносить на губы. В составе у нас есть витамин А, Е, масло кокоса и касторовое масло. И, конечно же, актуально то, что здесь SPF защита. Такое вот маслянистое масло для губ. Масло масляное. Оно немного плотновато. При ветре волосы попадают на губы. И, конечно, получается это не очень презентабельно. Если вы наносите такое масло на губы, то желательно убирать волосы. Я недовольна тем, что у меня есть растяжки. Те, кто рожал, конечно, меня поймут. У меня были двое родов. Растяжки, они не такие, не ярко выраженные, но они есть. Я приобрела от Белита М. Я еще не знаю, как он будет по действию. Вот серия называется Бодимейкер. Я извиняюсь, у меня немного горло побаливает. Поэтому, возможно, у меня такая хриплость немного появляется. Поэтому я прошу прощения за это заранее. Это уплотняющий крем против растяжек. Здесь есть запатентованный комплекс, который значительно снижает дряблость кожи. Также есть запатентованный комплекс, который обеспечивает увлажненность и эластичность кожи. Объем здесь 130 грамм. Способ применения. Нужно нанести крем на кожу в местах, подверженных появлению растяжек. Вотрите интенсивными массирующими движениями. Используйте ежедневно. Крем достаточно такой приятный по консистенции. Мне нравится, что здесь есть дозатор. Дозатор блокируется, что тоже очень немаловажно. У кого есть маленькие дети, это очень актуально. Видите, кремушку такой вот консистенции средней. Он хорошо впитывается. Знаете, в процессе нанесения, в процессе того, как вы втираете, вы дополнительно делаете массаж. Можно взять еще какую-нибудь специальную щеточку, которая подходит для того, чтобы разгонять целлюлит. Присмотритесь. То есть он не быстро, не моментально впитывается, но тем не менее впитывается. Не оставляет никаких жирных следов, никакой жирной пленочки. То есть такое комфортное ощущение. По поводу аромата могу сказать, что такой цитрусовый аромат. Те, кто пользовался этим кремом, напишите мне в комментариях, понравился ли он вам. Есть ли от него какой-то эффект. Мне будет очень интересно почитать. И также я, наверное, свое такое окончательное мнение напишу в инстаграм. Либо сделаю пост, либо расскажу в сториз. Не менее важный продукт, как я считаю, на лето это матирующие салфетки от Белиты Витекс. Стоили они 2 с лишним доллара. Я уже вам показывала как-то такие салфетки. Тоже пост в инстаграм делала. Мне хватило данных салфеток почти на год. Я сейчас раскрою, чтобы не шуршать. Вот так вот выглядят матирующие салфетки. Такая вот упаковочка. Она очень удобная и очень хорошо брать с собой. Положить в сумочку. Вы прикладываете вот такие вот листочки на лицо. Особенно у кого жирная кожа. Мне кажется, летом у всех жирная кожа. Вот. Вот так вот прикладываете. И данная салфетка впитывает в себя, видите, жир. Зимой, конечно, я не очень часто пользуюсь этими салфеточками. Но на лето это просто мой must-have. Конечно же, без них не обходится ни одно лето. Я покупала раньше от другого бренда. Но второй год подряд я уже приобретаю от Белиты Витекс. Девчонки, у меня появились вот такие замечательные 4 масочки, о которых я вам хочу рассказать. Я постараюсь очень кратко и очень информативно рассказать про эти маски. Знаете, моё знакомство началось именно вот с этой фиолетовой маски. Она просто потрясающая. Она просто суперская. Я с вами тестировала в прошлом видео. Это был влог. В таком влоговом режиме я вам показывала данную масочку. Эта маска Найс Селфи называется. В составе у нас фиолетовая глина плюс гибискус. Рекомендована для всех типов кожи. Эта маска Детокс. Она подтягивает, матирует и выравнивает тон лица. В составе, что мне очень понравилось, есть запатентованные комплексы. Масло Ши, витамин Е, Депантенол. Также есть экстракт хлопка и так далее. И экстракт папайи, кстати, тоже есть. Как наносить данную маску? Нужно нанести небольшое количество маски на очищенную кожу лица и шеи, избегая области вокруг глаз и держать 10 минут. Здесь объем 60 грамм. Замечательный формат. Мне кажется, просто супер. Взять с собой в отпуск и не занимает очень много места. Кстати, по поводу консистенции. Консистенция плотная, достаточно приятная. Она кремовая. Когда я приобретала данную маску, я думала, что она будет фиолетовая. Потому что фиолетовая глина заявлена. Но нет, девчонки. Маска имеет такой бежевый цвет. После того, как вы нанесли данную маску, она частично впитывается. Эту маску нужно держать 10 минут. По истечении этого времени маска абсолютно полностью впитывается. Но остается такой тонкий слой. Именно этот слой имеет такой фиолетовый подтон. И после того, как я смыла эту маску, мне понравилось ощущение. Ощущение подтянутой кожи. Я, конечно, не заметила здесь детокс. Пока, мне кажется, рановато об этом говорить. Но то, что он подтягивает и матирует кожу, да, и более-менее так выравнивает тон лица, да, это 100%. Потому что я ощутила на себе, что вот после того, как я смыла эту маску, да, действительно такой эффект подтяжки. Но вот не путайте это с стянутой кожей. Внизу я оставлю ссылки. Если на сайте Белорис они есть, я оставлю для жителей России. Для тех, кто живут в Беларуси, в каждом магазине Белита Витекс можно приобрести эту маску. Следующая маска, которая мне действительно тоже понравилась, это маска с клюквой и имбирем. Это ночная несмываемая маска. Она рекомендована для всех типов кожи, которая увлажняет, освежает, питает кожу. Есть в составе масло миндаля, бетаин, алантаин, витамин Е, экстракты женьшини, дыни, апельсина, овса. Эту маску нужно нанести на 15 минут, тоже на очищенную кожу лица, до сна. То есть перед тем, как ложиться спать, за 15 минут нужно нанести эту маску. После того, как вы утром проснулись, вы умываетесь, но вы не чувствуете, что у вас эта маска образовалась в качестве пленочки. Нет. То есть эта маска абсолютно полностью впитывается в вашу кожу и кожа чувствует себя замечательно. Действительно, эта маска хорошо увлажняет, освежает и питает кожу. Здесь тоже объем 60 грамм, вообще красивое оформление, действительно очень приятное. И также по аромату еще забыла я вам сказать, что данная маска, кстати, была зафольгирована. Я оставила для того, чтобы вам показать. Здесь аромат не клюквы, не имбиря, а именно аромат жвачки с арбузом. Вот именно вот такой аромат приятный. Приятно ощущать этот аромат перед сном, да, но он не остается надолго, то есть он через какое-то время выветривается. Следующая маска, которая мне очень девчонки понравилась, вот именно такая вот черная упаковка. Это у нас маска скраб для лица. В составе растительный уголь, сахар, рекомендована для нормальной и жирной кожи. Что делает данная маска? Она очищает, полирует кожу, выравнивает тон лица. Тоже объем 60 грамм. Замечательная маска, девчонки. Если честно, я немного с опаской приобретала данное средство, потому что я всегда боюсь вот этих крупных скрабирующих частичек. Я всегда боюсь, чтобы они не травмировали мою кожу лица. Поэтому прежде чем нанести на лицо, я протестировала на руке. На руке, да, когда я пришла домой, я в первую очередь взяла эту маску. Видите, она такая вот черная, по консистенции такая плотная. Данную маску вы наносите на лицо, держите 5-7 минут. За счет того, что в составе скрабирующие частички в виде сахара, они вот за 5-7 минут, они немного растворяются. То есть, поначалу вы их чувствуете, когда наносите. Они такие, знаете, ну не мелкие, они достаточно такие крупные. Если камера их зафиксирует, то очень хорошо. Затем просто массируете лицо в течение 1-2 минуты. И вы после того, как смываете эту маску... Кстати, она очень легко смывается без спонжа. Мне понравилась кожа после данной маски. Потому что она немного так выбеливает лицо за счет вот этого угля. И по поводу того, что очищает, действительно очищает хорошо лицо, полирует хорошо кожу и выравнивает тон лица. А когда я тестировала в прошлый раз маску, в прошлом видео, я показывала, что у меня здесь очень сильное высыпание. Так вот, после этой маски, буквально на следующий день у меня исчезли вот эти вот все высыпания. То есть они подсушились. Небольшое постакне осталось, но это не критично. Это не то, что было до. Просто потрясающий продукт. И, кстати, у него такой приятный аромат. Но я не пойму. В составе есть масло олива, органы, экстракт имбиря, женьшиня, апельсина. Да, я вот чувствую, что есть немного цитрусовый такой аромат. Вот. В общем, девчонки, бегом Белит и Витекс. Особенно те, кто живут в Беларуси. Следующая маска для лица. Тоже называется серия Nice Selfie от компании Белита М. В составе мюсли, соевое молочко. Также в составе есть овсяная мука, которая очищает, способствует выведению токсинов, снимает раздражение, покраснение. В составе есть кофеин, алантаин, экстракты папайи, овсаль, на имбиря. Активизирует обновление, выравнивает микрорельеф, смягчает, улучшает цвет лица. Данную маску наносите на 10 минут. По истечению 10 минут нужно массировать 1-2 минутки. Знаете, какой огромный плюс этой маски? То, что она деликатно, хорошо очищает кожу лица, действительно увлажняет, питает, восстанавливает кожу. Она действительно такая немного питательная. И у неё очень вкусный, такой приятный аромат. Когда я наносила эту маску, я думала, что я просто её съем. Она реально мне что-то напоминает, либо какой-то десерт, либо какую-то выпечку. Но вкус очень такой знакомый. Что в голову в первую очередь приходит, это вкусное мороженое пломбир. Следующее, что я приобрела от компании Belit Vitex, это пробуждающий парфюмированный гель для душа. Скандинавское утро, скандинавия, happy moments, счастливые моменты. Вот так выглядит упаковочка. Я уже не первый раз приобретаю данный гель для душа. Я его просто обожаю. Если вы утром хотите быстро проснуться, примите душ, либо ванну с этим гелем. Это просто потрясающий аромат, парфюмированный, который заполняет всю ванную комнату, и не только ванную комнату. Какое-то время остаётся на теле. Если брать из этой серии романтическую Францию, то она подходит больше на зиму. Она более такая концентрированная, больше такая вот именно зимняя душка у неё. Именно этот гель подойдёт на все времена. И на лето, и на зимнее время. Давайте я расскажу вам про продукт, который мне абсолютно не понравился. И, наверное, я вам не смогу его посоветовать, девчонки. Опять же, кто тестировал, кто пробовал и приобретал данное средство, напишите. Возможно, вам понравилось, вы пользуетесь, радуетесь. От компании Белит Витекс я приобрела курс глубокого очищения. Это мусс Де Макияж. Что заявляет производитель? Данное средство увлажняет кожу, эффективно очищает. Он в составе имеет глицин и лимонграсс. Первая стадия очищения. Что могу сказать, девчонки? По поводу аромата, я чувствую лимонграсс. Но такое, знаете, не ярко выраженное. По поводу того, что пенообразование, да, здесь она есть. Видите, пенка. Но она вот моментально превращается в воду. Просто вот одним движением превращается в водичку. Ничего, видите, ничего не остаётся. Всё. И нет вот этого вот пенящегося компонента, да, который будет снимать ваш макияж. Но это что? Ну вот реально, девчонки, это что? Это просто вода. И знаете, когда попадает вот, когда вы умываетесь, попадает на губы, это средство, оно настолько горькое. Это просто, знаете, просто до тошноты горькое. Это просто пустышка. Я не знаю, что это такое. Почему такой продукт вообще лежит на прилавке. Может быть, есть действительно достойная продукция из этой серии. Но этот мусс, это просто ни о чём. Ну, просто это идёт в мусорку. Это идёт в пустые баночки. Ещё в пустых баночках я расскажу об этом продукте. Потому что им пользоваться просто невозможно. Я отдала за него, ну, почти 2 доллара. Средство, которое мне безумно нравится, и я приобретаю уже, наверное, не третью, не третью, скорее всего, четвёртую по счёту. Это преображающая пенка для умывания серия «Магия Марокко» от Белиты Витекс. В объёме у нас 175 мл. Замечательный продукт. Я уже активно им пользуюсь. У меня уже вот столичка осталось. Потому что я каждый вечер использую данную пенку для того, чтобы снять остатки макияжа после мицеллярной воды, после гидрофильного масла. Замечательно справляется. Здесь пена действительно, вот она долго держится. Она действительно долго держится. Она такая вот упругая. Она не исчезает моментально, как вот та пенка, да, которую я вам показала. Вот, видите, пенка, она держится и чувствуется вот этот вот компонент, который снимает макияж. После данного средства есть ощущение свежести, потому что, видите, пенка, она присутствует. И я её, кстати, ещё люблю за приятный, очень вкусный такой аромат. Когда я первый раз приобрела эту пенку, мне казалось, что серия «Магия Марокко» будет что-то такое вот с ароматом восточных ноток, да, но нет. Это всё-таки аромат такой цветочный, приятный. Новинка для меня, которую я приобрела в компании «Белита М», ну, «Белита Витакси» в магазине. Увлажняющий тоник для лица, тройной эффект, тонизирование и уход, мягко-эффективное очищение, естественно, уровень увлажнённости. Здесь есть активная формула, которая называется «Акваксил, протеины шёлка, молока, экстракт женьшеня». Вообще серия называется «Женьшень и шёлк». Вот такая вот упаковка. Я активно пользуюсь этим тоником. Он, кстати, такой характерный, по консистенции похож на тоник. Не такой, как от «Белита Витакс» с ретинолом и магнием, который такой немного, не немного, а такой желеобразный, гелеобразный. Здесь он абсолютно такой жиденький, приятный. Хорошо увлажняет лицо, хорошо подготавливает к нанесению вашего дневного либо ночного крема. Мне очень понравился этот тоник в плане даже отдушки. Отдушка вообще абсолютно такая нейтральная, её практически не ощущаешь на лице. Компания «Белита Витакс» огромный ассортимент тоников, и они в два раза дешевле, чем тоник от «Белита М». Я к вам с очередными вкусняшками. От компании «Белита М» я приобрела вот таких два средства. Покажу их поближе в макросъёмке. Питательный крем для рук и тела, который называется «Дынный ликёр». Вот такое вот замечательное оформление. Очень вкусный, приятный аромат дыни. Вот именно настоящий дыни, не такой химозный. Вот знаете, я не знаю, как «Белита М» добились именно вот этого аромата, да, вот этой отдушки. Я не знаю, как назвать, но это просто вот действительно десерт. Также называется эта серия «Фруктовый десерт». Я влюбилась в это средство честно. Буду приобретать постоянно, пока будет в наличии эта серия. Давайте покажу вам по консистенции. Это у нас питательный крем для рук и тела. Огромный плюс данного средства – это то, что он очень быстро впитывается. Действительно чувствуется питание, быстро впитывается. Не остаётся никакой плёночки, никакой липкости. То есть можно сразу работать с документами. Я его наношу как на руки в течение дня, так же и на тело. И, кстати, муж тоже оценил данный аромат, сказал, что просто супер. В составе есть масло ши, масло кокоса, экстракт дыни, депантенол, витамин Е. Замечательный состав, просто потрясающий. И следующий, но не менее классный продукт. Но, конечно, дыню я больше полюбила, если честно, если уж прям так по чесноку говорить. Это тоже фруктовый десерт серия. Это смягчающий крем для рук и тела. В составе у нас манго, ананас. Смотрите, какая упаковка. Тоже очень красивая, да? Такая яркая. В магазине мимо этих полок с этими средствами просто пройти невозможно. Данный крем имеет такой немного зеленоватый оттенок. По тому, как впитывается данный крем, конечно, он впитывается более, я бы сказала, дольше, чем предыдущий. По отдушке, в принципе, я ощущаю здесь и манго, и ананас. При тестировании я говорила, что я ощущаю манго. Но в процессе нанесения тут и ананас тоже чувствуется, конечно, очень классный. И в составе, давайте я вам прочитаю. Здесь масло ши в составе, масло хлопка, кокоса, также есть экстракт манго и депантенол. Я знаю, что в этой серии также появились скрабы, также есть гели для душа. Я буду приобретать всё. Что на этот раз я приобрела для волос? Все вы знаете, что я постоянно что-то приобретаю для волос. Конечно же, я не могла тоже пройти мимо новинки. Для меня это новинка. Я, кстати, раньше не видела это средство. Это, кстати, продукт от Белит и Витекс. Эффект салонных процедур. Это четвёртый шаг, как я понимаю, да, вот четвёрочка. Спрей-праймер для глобальной реновации волос. Молекулярное глинцевание. Уменьшение секущих секундчиков на 15%. Здесь 100 мл. Компания Белит и Витекс очень любят делать такие громкие заявления. Писать, можно сказать, много-много обещающие результаты. Я, когда читала в магазине, я в первую очередь обратила внимание на то, что обладает эффективной термозащитой. Вот в качестве термозащиты, наверное, я больше обратила внимание в описании. А вот именно такое средство мне нужно было. Мне понравилась, в принципе, упаковка. Здесь такое мелко-мелко дисперсное распыление. Понравился, кстати, ещё аромат. Приятный такой цветочный аромат. По факту, да, что могу сказать. Сегодня я первый раз воспользовалась этим средством перед тем, как укладывала волосы. Знаете, мне не понравился один момент. После данного спрея очень плохо расчесывались волосы. Несмотря на то, что я наносила бальзам с нейтрализатором желтизны, то есть я долго держала, волосы обычно после нейтрализатора у меня очень хорошо расчесываются. Но когда я нанесла этот спрей, наоборот, расческа очень плохо расчесывала волосы. Волосы даже запутывались в какой-то момент. И они, знаете, при расчесывании как-то на кончиках особенно ломались. Я не знаю, с чем это связано. После того, как я высушила волосы. В принципе, волосы такие рассыпчатые, волосы живые, волосы неутяжелённые. Конечно, это первый день. На второй день я не знаю, как будут вести себя волосы, в каком они будут состоянии. Но вот на сегодняшний день я могу сказать, что волосы чистые. Они действительно такие рассыпчатые, имеют такой свежий вид. И, в принципе, неплохо уложил фен данным средством. Следующая будет декоративка. Это последнее такое средство по уходу. Я приобрела себе гель для интимной гигиены, для ежедневного ухода. Серия называется «Деликатный уход». Объём здесь 255 мл. Данная упаковка была, можно сказать, склеена вот такой вот бумагой. Действительно, после него ощущение чистоты, комфорта, нет чувства дискомфорта. Всё супер, всё прекрасно. По консистенции и по аромату. Аромат у него такой тонкий, нежный, приятный. И мне очень понравилась консистенция. Что касается моей повторной покупки из декоративной косметики, я приобрела себе замечательную тушь, мою любимую, которая называется «Лакшери». С органовым маслом в составе. Очень нравится эффект умножения ресниц. Нравится, начиная от упаковки, такая золотистая, красивая упаковка, заканчивая моей любимой щёточкой силиконовой. Здесь замечательная щёточка, которая хорошо разделяет, которая хорошо удлиняет и подкручивает реснички. Всё, что я люблю, есть в этой туши. Одна тушь у меня такая закончилась. Я покажу вам в пустых баночках. И на замену обязательно, обязательно приобрела эту тушь. Повторила и буду повторять в дальнейшем. Как только это закончится, куплю ещё такую же. Также я приобрела карандаш для бровей от «Люкс Визаж». Вот так вот он выглядит, в сотом оттенке. Я долго стояла у стенда, выбирала себе карандаш для бровей. И мне очень понравился именно этот карандаш, потому что он не жёсткий, не мягкий. Именно такой, который мне нравится. То есть он позволяет хорошо прокрасить брови. Он такой комфортный. Сегодня у меня брови оформлены именно этим карандашом. Единственное, вот эта вот щёточка на конце, она абсолютно никчёмная. Я её не пользуюсь, но карандаш оказался очень-очень хорошим. Просто супер. Помада от компании «Рэллуи» называется «Металлик Вельвет» в шестом оттенке. Давайте мы её нанесём. Я стёрла предыдущую помаду. Очень красивый цвет. Но мне кажется, камера его немного по-другому передаёт. Хотя в жизни цвет намного интереснее. Плюсы данной помады. То, что она, несмотря на то, что это красный пигмент, красный оттенок, мне достаточно легко было наносить. Обычно красной помадой я никогда не наношу без контура. Помада не растекается. Она по консистенции очень приятная. Действительно такой вельветовый металлик. Мне эта помада очень понравилась. Прям круто, круто смотрится. По поводу стойкости. Давайте вам покажу. То есть, смотрите. Видите? Абсолютно чистая салфетка. То есть, я прикладываю. И вот салфетка чистая. И сходит она, кстати, очень так деликатно, красиво. Через 2-3 часа. Это всё, что я вам хотела сегодня показать в этом видео. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ссылка будет внизу, либо здесь в углу. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующего видео. Всем пока-пока.